Итак, информационное агентство «Хакасия» продолжает встречаться с представителями разных политических партий, работающих в нашей республике, и обсуждать с ними итоги, заканчивающиеся официально этим летом политического сезона 2019-2020 годов. У нас в гостях представитель партии «Патриоты России» Ольга Шоковец. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Доброе утро, страна «Хакасия». Замечательное начало. Ольга Валерьевна, как всегда, итоги политического сезона, в вашем понимании, как он прошел, чем запомнился, несколько слов об этом. Вы знаете, на мой взгляд, еще рановато подводить итоги политического сезона. Обычно он заканчивается июнем месяцем, но у нас он в этом году перешел на июль. Последняя сессия перед каникулами, 8 июля. И то, что сегодня происходит в Верховном Совете Хакасии, на мой взгляд, кажется не совсем правильным. Я могу себе это позволить сказать, потому что я долгожитель в хакасской политике. Я избиралась, я в Верховном Совете, третий созыв, получается, через созыв. Впервые я избиралась еще в областной совет народных депутатов. То есть у меня есть опыт, у меня есть с чем сравнить. И то, что происходит сегодня в законодательном органе Хакасии, нормальным я назвать не могу. Сегодня, к сожалению, мои коллеги сосредоточились на личных амбициозных вопросах. Кто-то преследует свои личные вопросы, кто-то партийные вопросы. То есть мы накануне большой революции. Нам обещают большую революцию. Прослушала я, так сказать, у вас в эфире выступление Сокола Жириновского, молодого руководителя фракции, вернее, партии, регионального отделения партии ЛДПР Молчанова. И я понимаю, что лодку-то серьезно раскачивают. И не только представители этой партии. В этом участвуют все практически партии, ну, исключая КПРФ, которые представлены. И Единая Россия, и ЛДПР, и примкнувшие справедливые русы. Вопрос второй. Для чего это делается? Кому это выгодно? Кто выгодополучатель? Что получит от этого Хакасия? Что получит от этого народ Хакасии? На кого мы будем менять? Руководителей Верховного Совета. Будет ли лучше? Появится ли после этого, как говорит руководитель Хакаско-Регионального ЛДПР Молчанов, драйв, живость? Да, я часто в своей журналистской биографии критиковала болото. Я не люблю сама болото. Я человек движения жизни. Но жизнь во имя чего? То есть я правильно понимаю, что работает парламент, особенно в последние несколько месяцев, ее представительница Ширковец, недовольна, мягко говоря. Я бы даже не сказала «недовольна». Я просто русское слово боюсь употребить. Вау-те я. Я смотрю, что происходит. К сожалению, патриоты России, представленные в нашем законодательном уровне, единственным человеком – это мной. И то я прошла по одномандатному избирательному округу. Мне доверили. Право представлять свои интересы жители самого тяжелого, самого неблагоустроенного района Абакана. Нижняя Согра, моста Отряд, гавань, дачи. И я нацелена, так как люди отдали мне свои голоса, прежде всего помогать этим людям. Делать им больше для этих людей. Решать вопросы социальные, ремонтные, коммунальные, личные. Ну, естественно, второе направление – это работа в парламенте. Я, понимаете, человек непросящей должности. И в этот раз, когда делили должности. Политика, правильно вы говорите, это когда компромиссы, это когда договоренности. В этом парламенте нет единства. И нет большинства ни у одной из партий. Потому представители партии вынуждены блокироваться и решать свои личные партийные амбициозные вопросы. Ладно, поделили эти должности, давайте работать. У нас же произошла революция в исполнительной власти. У нас пришли совершенно новые люди. И вот третий этаж, где находится Верховный Совет, он как-то, понимаете, балансировал и не давал раскачивать эту лодку. А ведь мы, жители Хакасии, все в этой лодке. И от того, что в элите делается, в элитных кругах, и делается в главном законодательном и исполнительном органе, очень важно, как мы будем жить. Я понимаю, люди говорят, все зависит от Москвы, все налоги уходят туда. Но через кого мы работаем? С федеральным правительством. Через кого? Через наших представителей. Через депутатов и руководителя исполнительной власти. Потому здесь нужен строгий, такой, вы знаете, сухой расчет. Как выстроить свою политику с Москвой. И как вытаскивать Хакасию из болота. Мы прекрасно все знаем, в каком Хакасия ужасном положении оказалась. Она с удавкой на шее. Из-за огромных долгов. Да, мы сравниваем с Красноярским краем. Почему там больше выплачивают? Почему Красноярский край может доплачивать? И детям, и старикам. И больше у них социальных проектов. Край донор. Мы же сегодня поставлены на колени. И как слезть с этих коленей? Вот это задача. А не задача деления власти. Я не думаю, что после сессии 8 июля, даже если это случится, даже если это случится, мы встанем в новой реальности. Нет. Я вас понял. Наша задача объединить усилия. Независимо от того, в какой мы партии. ЛДПР, партия власти Единая Россия, справедливоросы, патриоты России. Да мы должны служить людям, которые нас туда делегировали. А мы что делаем? А мы решаем свои вопросы. Пытаемся решить. С парламентом разобрались. Я бы все-таки хотел, чтобы вы тоже дали оценку работы в этом политическом сезоне правительству нашей республики во главе с Валентином Коновалом. Вы знаете, так как я не имею за плечами сторонников, я имею в виду патриотов, чисто по партийной линии, я работаю в одиночку. Но я вообще человек, не боящийся всегда высказывать свою точку зрения. Я всегда говорю и говорю правду. Они справились? Что я хочу сказать. Мне нравится в Коновалове то, что с ним можно быстро встретиться. И он умеет слушать. У меня были за этот период, за два года, две попытки. Вот я была недовольна тем, что происходит. Я речь вела об информационной политике, о продвижении положительного бренда Хакаси в России и в мире. Это очень важно. Это очень важно. Понимаете? Чем закончились эти попытки? И у меня просто, я профессионал в этом ключе, понимаете? И мне нужно было сказать. Я никогда не буду молчать. Опять же, я не сказала вам, если ты критикушь кого-то, ты предлагай. Ты конструктивно предлагай. Ты впрягайся в этот же процесс сам. Ты подставляй плечо. Иди вместе к лучшему. Легко покритиковать и в сторону стать. И когда без яма с горы смотреть, а дерутся, кто-то дерется, сейчас мы получим освободившиеся места. Позор. Чем закончились ваши попытки? Чем, чем, значит, мы, вот что мне нравится в Коновалове, он быстро реагирует. Вот, допустим, звонишь через приемную, говоришь, вот, мне нужно встретиться. Какие вопросы? Говорю вопросы. Буквально в течение двух-трех дней решается этот вопрос, не месяц жду. Были у меня возможности работать с другими руководителями, это и Леби, и Зимин. Приходилось месяцами ждать. Или ловить на улице. Ловить на улице, чтобы сказать то, что ты считаешь нужным. То, что делу послужит. Не личному, так сказать, амбициозному какому-то вопросу ширковец, а, на мой взгляд, послужит делу, послужит народу, хакасии. Здесь это решается быстро. Но он очень быстро принимает, слушает, но не быстро все решается. Вы знаете, я что еще должна сказать? Вот, у меня еще раз говорю, есть чем сравнить. Сегодня правительство республики хакасии работает под беспрецедентным информационным давлением. Вот я бы могла сравнить, как Российская Федерация в мире, как Россию давят, душат и говорят, вы не рукопожатные, вы не принятые, вы не такие, вы всякие, мы вас будем сгонять там на какую-то точку. Мы расправляем плечи и идем. Мы доказываем наше право на существование. Мы россияне, мы великая страна, с нами будете считаться. И это правильно. В мире уважают только сильных. Здесь же та же ситуация. Беспрецедентное давление. Где-то правительство дает само, так сказать, слабину и есть за что критиковать. Но где-то просто такое звучит, ну что, не натянешь шкурку на кисель, как говорится. Это война информационная. Потому, потому правительству нужно уметь показывать силу свою и выстроить грамотную информационную политику. Ее нет. Я об этом говорю уже два года. Я об этом говорю два года. И нужно не защищаться, нужно работать на опережение. Неужели у нас в Какасе ничего положительного не происходит? Мне обидно за нашу республику. Я езжу, я встречаюсь через союз журналистов, через другие организации, со многими людьми интересными. И вот мне стыдно, что в российской повестке дня Какасе звучит с отрицательным минусом. Понимаете? А ведь у нас столько великолепной информации. У нас происходят хорошие, добрые дела. Где они? Где они в российской повестке дня? Где они в межрегиональной повестке дня? Где они в нашей повестке дня? Где-то надо сообщать и грамотно сообщать. Современно подавать. И где-то надо работать на опережение. Ведь конфликтные ситуации и прочее, они не возникают уже из пустого места. Нужно отслеживать ситуацию. Нужно мониторить ситуацию. Нужно умело и грамотно и квалифицированно влиять. Это такое провальное место. И я считаю, что это большая недоработка правительства. Хотя в последнее время я вижу хорошее структурирование, какое-то объединение. Понимаете? Правительство, на мой взгляд, это команда единомышленников. Как в свое время говорил Булакин, заединщиков. Если вот в этой команде заединщики, если люди думают не только о своей зарплате, о своем месте, и как на нем удержаться, и как ветром не сдуло с этого места, а если они думают о результате, мой результат – это частица результата общей команды. И вот если есть заединщики, тогда будет результат. Но и сам руководитель должен быть лидером. И не бояться быть лидером, и не бояться спрашивать. У меня иногда складывается впечатление, я об этом, кстати, Коновалова последний раз сказала, у меня складывается такое впечатление, что нет спроса за результаты работы. Где бы ты ни работал, на должности советника, или на должности зама, или какого-то руководителя департамента или управления, с тебя должен быть спрос. День прошел, что сделал? Если человек самодостаточный, и он с гражданской позиции, он сам себе спрос чинит. Понимаете? Это нормально. Закончился день, что я сделал? А что я не сделал? А посмотрите свой план. Ага, вот это я не успел. А это главное. Завтра я должен два раза больше поработать и сделать. А здесь, извините, коллективная, коллективная работа должна быть. И там, где есть единый организм, и там, где есть ответственность за работу, там и движение будет быстрее. И знаете, вот я сказала об информационной политике, и на мой взгляд, очень слабое место, что мы еще слабо работаем с федеральным центром. Вот здесь надо усилия. У нас ведь команда в Москве. Для чего у нас? Сенаторы, депутаты Государственной Думы. Готовьте лоббистов там. Есть представитель в Москве. Создавайте команду. Выходите на разных людей. Отслеживайте сферы влияния. Доходите до нужных кабинетов. Доходите до нужных людей, где решаются вопросы. А другого не дано. Сегодня, исходя из реалий, другого не дано. Если ты не можешь, научись. А время уже нет учиться. Надо показывать результат. А в целом, в целом, последние буквально два месяца, дай бог, чтобы все-таки люди, которые пришли в команду, понимали, для чего они пришли. Вот это движение началось. Оно началось. И меня это радует. Я просто понял. Третий блок нашей беседы касается будущих выборов. Воскидский совет районных депутатов, выборы мэра Черногорска. Выборов очень много. В этот единый день голосования в сентябре 840, по-моему, разнообразных мест, главпоселений, сельсоветов, депутатов. Ваша короткая оценка этому. Ваше отношение к выборам мэра Черногорска. Я не прошу вас за кого-то агитировать. Потому что уже многие заявили о том, что будут такие-то фамилии, такие-то фамилии. Что происходит? И как ко всему этому относится представитель патриотов России в Хакасии? Вы знаете, я не могу говорить сегодня за всю партию. Я не руководитель партии. Я не руководитель партии, хотя мы стояли у Истокова, Валерий Васильевич Шавыркин, вы знаете, когда создавались патриоты России, я тоже пригласил, кстати, меня в эту партию и Семигина. Я не бегала по партиям, хотя были возможности. Я говорю, ты что сидишь, как этот древний пень? Ты же не сделаешь карьеры, а не карьеры, главное. Главное, понимаете, не уронить себя. Понимаете? Не уронить себя. Уважай себя. Выбор. Тогда люди. Так вот выбор. Выборы. Вы знаете, я давно смотрю на Черногорский, просто у меня слов нет. Во что превратился в этот город? А ведь этот город был когда-то донором в Хакасии, в Хакасской автономной области. Он давал самые большие поступления доходную часть Красноярского края. И что случилось? Почему так не везет городу на главу? Почему так происходит? В этом надо разбраться. Надо провести работу над ошибками. Вот если кто-то серьезно хочет прийти туда и дать результат, работать, не просто сделать карьеру, или вот как аэродром подскока, вот есть такие выражения, туда и сразу куда-то высоко. А если человек, который хочет действительно благо своему городу, и желательно, чтобы этот человек жил в Черногорске. В Черногорске жили его дети, его семья, его родители. Чтобы они могли, ты живешь, они тебе каждый день подходили и говорили, ну что там, мальчик или девочка. И говорили, что нравится, что не нравится, или говорили, чем помочь. Понимаете? Потому надо провести работу над ошибками. Посмотреть, проанализировать, что было, что удалось, что хорошее. В любой работе есть хорошее. Но на чаше весов сколько хорошего и сколько плохого. Знаете, я не хочу, чтобы Черногорск в будущем был городом-призраком. Я хочу, чтобы в Черногорск тоже утром шли потоки машин. Как вот из Черногорска поток машин утром нескончаемый идет в Абакан. Рабочие места, люди работают в Абакане. Или тогда уже Черногорск делает пригородом Абакана. Надо честно поступать. Потому, 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 еще раз говорю, хотелось, чтобы это был житель Черногорска. Хотелось, чтобы этот человек, который идет на место главы администрации города Черногорска, имел представление, куда он идет. Куда он идет. Имел рядом с собой команду людей, которых ставить на самые ответственные посты. Не просто так, в одиночку. А имел людей, что уже получил, так сказать, добро. Да, я прихожу и шел командой. Во-вторых, хотелось, чтобы это был не мальчик и девочка, который где-то просидел, штаны попротирал на какой-то вузовской скамейке и пришел. Я вот пришел, такой хороший современный менеджер. Хотелось видеть в руководстве городом, тем более, который находится в таком патовой ситуации, человека, который прошел жизненную школу, который знает цену словам и делам, который проявил себя где-то, проявил, который имеет опыт руководства чем-то. Вот этого хочется. И я думаю, если черногорцы хотят сделать зрелый выбор, они будут между этим и этим выбирать. И неважно, какая партия и какой партийной принадлежности будет этот человек. Поверьте мне, мои дорогие черногорцы, неважно. Смотрите, какой это человек, на что он способен, какую он школу прошел жизненную. Понимаете? Вот это главное. Спе-ци-а-лист и команда, которая идет с ним. Какие-то фамилии вы называете намеренно не будете? Ну, вы знаете, наше оригинальное деление партии будет выдвигать Анастасию Филиппову. Это молодая женщина, 28 лет. Мне нравится то, что она из Черногорска. Ее родители в Черногорске. Ее отец работал в Черногорске. Он продолжает возглавлять профсоюз ветеранов в Черногорске. То есть, она жила, росла, короткое время научилась в Новосибирске. И мне нравится, что этой девушке первое техническое образование. Техническое. Она закончила технический университет. У нее первое образование инженер-технолог. И первые рабочие годы были на производстве. Подчеркиваю, на производстве, которое работало на оборону Российской Федерации. Человек посмотрел, что такое производство. Ведь производство, рабочий класс, это школа. Это школа жизни. Как бы нам не хотелось говорить, но это школа жизни. Когда официально будет закреплено это возбежение? Ну, я думаю, я думаю, в конце недели конференцию будем проводить. Надо у председателя спросить партии. Разговоры об этом идут, и выдвижение будет. И сегодня у нас у руководства в районах стали женщины, и они дают неплохие результаты. И у них нет, в отличие от тех районов, где мужчин, к счастью, решаются в первую очередь социальные вопросы, в том числе долгов. Не по детям, не по зарплатам. Вот это мне нравится. Потому что женщина по своей природе, она мать, она женщина, она понимает, что такое не иметь денег прокормить ребенка, собрать его 1 сентября в школу. Хорошо. Маленький, последний, довольно деликатный и не очень приятный вопрос. В вашей партии, помимо вас, человека уважаемого и известного, есть люди, имена которых у многих людей ассоциируются с не очень хорошими вещами. Я сейчас расскажу об этом. Ну, например, по-разному можно к этому относиться, к этому человеку. Это в Красноярске Анатолий Быков, патриот России. Вчера его содержание в СИЗО продлили еще на два месяца. Он обменяется в организации двойного заказного убийства 26 лет назад. Со всеми данных вам в партию вошел человек, к нему тоже по-разному можно относиться. Это Александр Мяхар, который, если не ошибаюсь, тоже говорил о том, что он будет помогать вашей кандидатке на выборах мэра Черногорска. Смущают ли вас эти моменты? Если не смущают, то почему? Вот такое последнее. У меня есть личное свое мнение на все происходящее, но каждый человек, желающий вступить в какую-то партию, он вступает в эту партию. Никто не запретит человеку, так сказать, проявлять или солидаризироваться по каким-то своим определенным политическим вопросам. Александр Мяхар вступил в партию патриота России. Дальше. Были у нас же перевыборы руководителя партии. И те люди, которые вошли в исполком партии, региональной я имею в виду, они проголосовали за то, чтобы Мяхар там был. Это коллективное решение тех людей, которые голосовали. Вы знаете, я бы не говорила так о Мяхаре, вот он покажет, не покажет, а время покажет. Вот я читаю, время покажет. Я же не могу переломить волю, допустим, людей каких-то. У меня своя точка зрения, а люди проголосовали так. Время покажет. Быков. Что принесет, так сказать, участие в патриотах в России Александра Мяхара. Это время только расставит. По поводу Быкова. Быков не в Хакасском региональном отделении не был, а он в Красноярском крае. Вы знаете, в Красноярском крае это очень популярный политик. Это единственный политик, который составлял реальную оппозицию действующей власти. Хотели бы мы, не хотели. Давайте обязательно смотреть на вещи. Это человек, который всю свою жизнь помогал обездоленным, содержал детские дома, строил, строил, платил налоги. Понимаете? И мне странно, почему 26 лет ждали. Почему? Или ждали до того, когда ему можно идти в политику. получается, на мой взгляд, власть боится Быкова. Я не знаю, как будут развиваться события. Я лично не знакома с Быковым. Не знакома. Хотя у меня, как у журналиста, был интерес. Я присутствовала на одном из его выступлений в Минусинске. Мне хотелось с ним поговорить. Я подошла, попросила интервью, он спешил. Я хотела бы взять у него интервью. И подготовилась. Но то, что это личность, это да. Яркая личность, популярная в Красноярском красе, да. А то, что будет дальше, мы станем свидетелями. У нас в гостях была патриотка России во всех смыслах этого слова. Вот, вот. Я не боюсь. Я была патриоткой России тогда, когда это слово в 90-х было ругательным. Ольга Шоколец, спасибо ей за этот разговор. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова